Наследный принц Саудовской Аравии Бухаммед бин Салман сообщил членам Конгресса США, что его могут убить за попытки нормализовать отношения с Израилем. Об этом пишет издание «Политику», ссылаясь на анонимные источники и добавляя, что принц все же дал понять своим забеседникам, что не собирается отказываться от упомянутого намерения, хотя и опасается за свою жизнь. В разговоре с американцами наследный принц упомянул египетского президента Анвара Садата, убитого исламистским террористом через два года после подписания мирного договора с Израилем в 1981 году. Принц спросил американцев, сделала ли их страна хоть что-то, чтобы защитить Садата после подписания договора, имевшего огромное историческое и политическое значение. Бин Салман акцентировал внимание на том, что соглашение должно гарантировать четкий и обратимый путь к образованию палестинского государства. Принц подчеркнул, что без урегулирования палестинского вопроса его статус как хранителя святых мест ислама окажется под угрозой, особенно на фоне нарастающих антиизраильских настроений в арабском мире из-за продолжающейся войны в Газе. Также, отмечает издание, Вашингтон пытается заставить Ирриат прекратить сближение с Китаем в обмен на инвестиции в ядерную программу и технологии. До начала событий в Газе Саудовская Аравия и Израиль продолжали переговоры о нормализации отношений. Ранее Израиль уже нормализовал отношения с некоторыми арабскими странами при посредничестве США. Исочники в Конгрессе США между тем утверждают, что нет ни малейшей вероятности того, что сделка о нормализации отношений Израиля и Саудовской Аравии будет заключена до ноябрьских президентских выборов. Продолжение следует...